Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле подросток упал с перил набережной в реку. Трагедия произошла накануне вечером. К месту происшествия в считанные минуты прибыли подразделения МЧС, освода, скорой медпомощи и милиции. Парни достали из воды в бессознательном состоянии. Медики сразу на месте начали проводить реанимацию. С предварительным диагнозом утопления его увезли в больницу скорой медицинской помощи. Детали трагического происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, школьник 13-14 лет шел по перилам на набережной реки Сож, оступился и упал в воду. Сегодня в суде Ветковского района началось слушание дела по факту разбойного нападения на пенсионерку из деревни Светиловичи. На скамье подсудимых трое – мужчин и одна женщина. Потерпевшая до рассмотрения дела в суде не дожила. Кроме совершения разбойного нападения, подсудимым инкриминируют оставление жертвы в опасности. Связанная престарелая женщина провела ночь в холодном доме. Утром ее нашла соседка. Напомним, в начале ноября прошлого года злоумышленники приехали в Светиловичи. Проникли в дом местной жительницы, избили ее и, угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги. Добыча составила всего 500 рублей. Нападавшие связали жертву с кучем и попытались скрыться. Оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облсполкома во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз задержали преступников на следующий день после того, как они вернулись в нашу страну. В группу входили один белорус и трое граждан России. Вина задержанных подкрепляется многочисленными доказательствами. Сегодня на пожаре в поселке Меже Гомельского района травмирован пенсионер. Сотрудники МЧС по прибытии на место вызова нашли мужчину, лежащим на земле в шоковом состоянии с ожогами рук, ног и лица. Деревянный жилой дом и сарай горели открытым пламенем. Пенсионер 1954 года рождения был передан медикам. Пожар спасатели ликвидировали. Такой узор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...